Я назову еще несколько, но это не все. Мы не хотим сразу раскрывать все тарты, но все законопроекты мы намерены внести до начала официальных заседаний Государственной Думы, которая, как известно, состоится 10 сентября. Начну с закона, имеющего правозащитника. Вы очевидно знаете, что после внесения поправок в Трудовой кодекс о запрете на педагогическую профессию было довольно много обращений со стороны педагогических работников, в особенности учителей в школах. Дело в том, что в этом законе содержалась идея, вообще говоря, правильная, но доведенная до абсурда. В итоге, если человек в глубокой молодости совершил право нарушения, то закон требовал отстранения его от педагогической профессии. При такой ситуации, как вы понимаете, никто из учеников Антона Макаренко, в том числе выдающийся педагог, никогда педагогами стать бы не смог. Законопроект нами был подготовлен еще в мае-июне, в связи с многочисленными обращениями граждан, но в июле подоспела решение Конституционного суда, которое подтвердило правоту нашей позиции. Согласно законопроекту, подготовленному группой Мельникова, соответственно, предлагается сохранить запрет на профессии только для тех педагогов, которые совершили преступления, направленные против половой неприкосновенности. Против семьи и детства, а также тяжкие и особо тяжкие преступления. Я думаю, что эта позиция, во-первых, соответствует решению Конституционного суда полностью, и во-вторых, она позволит продолжить работу многим людям, у которых были мелкие грехи в незапамятные времена, а то, быть может, и грехов не было. Они просто привлекались к ответственности, но никакого судебного решения по их обвинению вынесено не было. Второй законопроект направлен на защиту прав родителей детей-инвалидов и самих инвалидов. Дело в том, что Российская Федерация, как известно, в прошлом году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Конвенция содержит положение о развитии в стране инклюзивного образования. Примерно такую же установку содержит и новый закон образования, вступающий в силу с 1 сентября, и все бы нормально, но в России тоже и в этом отношении нередко позиция доводится до абсурда. Мы получаем довольно много обращений по поводу ликвидации коррекционных школ, и даже в письме Министерства образования и науки, подписанном Игорем Римаренко, в то время замминистра, которое было подписано в начале июня, содержится позиция министерства, согласно которой развитие инклюзивного образования не должно приводить к механическому закрытию коррекционных школ. Коллеги, в чем проблема? Проблема очень простая. Коррекционную школу закрывают, ребенка размещают в обычную школу, но никаких специальных условий для него не создают. И как выпускник коррекционной школы, я хочу сказать, что во всем мире наряду с инклюзивными школами существуют также коррекционные или по крайней мере ресурсные школы для детей с нарушениями слуха и для детей с нарушениями зрения. Наверное, я смогу в свое время закончить обычную школу, но наверняка я не получил никогда бы такого качественного образования, как в Омской обычной провинциальной коррекционной школе, где всем детям без исключения были предоставлены возможности. Заниматься музыкой, заниматься физкультурой и спортом, участвовать в подготовке литературных вечеров, играть в шахматы и масса еще чего другого. Поэтому каждый, кто закончил такую школу, чувствует себя достаточно уверенно в жизни. Да, даже из такой школы переход в обычный большой мир – это всегда проблема для ребенка. Ну что сделаешь? Жизнь подтверждает, что путь от коррекционной школы к инклюзивному образованию вполне возможен. Наш законопроект предельно простой. Мы предлагаем внятно написать, что родителям предоставляется право выбора школы для ребенка, либо коррекционной, либо инклюзивной. К сожалению, сейчас это право нарушается по двум направлениям сразу. С одной стороны, есть родители, которым по-прежнему отказывают обучение их детей в инклюзивной школе. С другой стороны, все больше и больше появляются родителей, которые хотели бы обучать своих детей в коррекционных школах, а говорят, нет, давайте в обычную. Третий законопроект направлен на восстановление здравого смысла в наказаниях нашим бюджетным организациям и, соответственно, их руководителям. Дело в том, уважаемые коллеги, и по этому поводу тоже есть довольно много писем, что в российском законодательстве, а тем более в структурах исполнительной и контрольной власти, очень часто, говоря словами Рейгана, правая рука не помнит, что делает крайне правым. Ну, например, моя бывшая выпускница руководит коррекционной школой в городе Омске. Финансируется коррекционная школа, понятно, из бюджета, но при этом собственных внебюджетных денег не имеет. Приходят проверяющие, пожарные, Роспотребнадзор и так далее. Насчитывают в коррекционной школе 150 тысяч рублей штрафа за то, что какие-то положения не выполнены. Они не выполнены по единственной причине. Учредитель этого не профинансирует. Соответственно, саму директора школы штрафуют по полной программе. Вот мы хотим, по крайней мере, уменьшить этот абсурд, когда государство наказывает школу и директора, больницу и главврача, учреждение культуры и его руководителя за то, что оно же их недофинансировано. Смысл закона проекта предельно простой. Мы предлагаем изменения в административный кодекс, в кодекс административных правонарушений о том, что если неисполнение тех или других норм связано с недофинансированием со стороны учреждения, то штрафы уменьшаются в 10 раз. Ну хотя бы так. Мы полагаем, что это тоже серьезная поддержка, кстати, выходящая уже за пределы образования и касающиеся всей бюджетной сферы, всех, кто занимается формированием человеческого потенциала. А это, как известно, самое важное условие модернизации. Это известно всем серьезным экономистам, кроме, что называется, отмороженных людей, которые полагают, что самое главное, это чтобы в стране было поменьше денег, тогда у нас будет все хорошо, не будут расти цены и тому подобное. Заканчивая, я хочу поздравить вас всех с наступающим новым учебным годом. Я думаю, что Иван Иванович так же, как и я, ведет жизнь не по календарным годам, а по учебным. Такова особенность всех, кто когда-нибудь работал в системе образования. И пожелать нам всем, чтобы вступающий в силу с 1 сентября хваленный закон об образовании в Российской Федерации не означал у нас, если не конец света, то, по крайней мере, конец просвещения. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин